Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Вы настоящие герои. Герои нашего времени. Миссия выполнима. Медиков «Анапского гарнизона», выполнявших спасательную операцию в Сирии, встретили как героев на Анапской земле. На охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопасности планируется задействовать 324 человека. Новый год под знаком безопасности. О готовности городских служб к предстоящим праздникам отчитали силовики и заместители главы «Анапы». Это очень полезно не только как в игре, но и вообще в нашей жизни – продумывать свои действия наперед. Шах и мат с серым буднем. Анапские студенты разрабатывали тактики и стратегии, чтобы преодолеть еще один этап спартакиады. Теперь об этом и не только подробнее. На приеме анапских военных медиков побывали около 20 тысяч жителей Сирийской Арабской Республики. Отряд провел там более трех месяцев. Сегодня их встречали на родине. В церемонии приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава «Анапы» Юрий Поляков. Когда она была там, я поначалу безумно скучала, переживала. Потом я поняла, как это сильно важно для страны, для того, что мама выполняет долг. И как она только приехала, мы расплакали. Семья Максимовых на ногах вторые сутки. Они живут в Новороссийске. Встречали Светлану. Около трех месяцев она была в командировке в Сирии в составе медицинского отряда. Муж – отставной военный. Они познакомились в Рязани. Там Светлана училась в медицинском училище. Там же поступила на контрактную службу. О предстоящей командировке узнали месяца за три. Не хотелось, конечно, вот так внутри, чтобы супруга уезжала, потому что страстные переживания за семью. Но выбор, какой военный, мы есть, так точно. Но Светлана и сама фактически настаивала на поездке. Большую часть времени российские военные медики принимали местное население. В воюющей стране, помимо проблем с инфраструктурой, нехватка самых элементарных миникаментов, особенно в отдаленных населенных пунктах, куда встаряжались специальные гуманитарные миссии. Вы не представляете, что там творится. Сколько детишек, как они бегут, как они нас встречают, как они кричат, вот это их хорошо, Россия, так мы вас любим. Они это все по-русски кричат. И это так, это просто не передать словами. Это надо ощущать. Колоссальный опыт. И я семье сразу сказала, что я нисколько не пожалела, что я туда поехала. У меня не было ни страха, у меня не было... У меня было переживание за то, что моя семья за меня переживает, чтобы не случилось что-то. За три месяца отряд медиков Анапского гарнизона оказал помощь более чем 20 тысячам сирийцев. Практически в полевых условиях они провели около 500 операций. А в городе-курорте их приветствовали солдаты и десантники Анапского гарнизона, представители военного командования, казаки, кадеты, глава города-курорта Юрий Поляков и его заместители. Награды, а также ценные подарки вручал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Наши деды-прадеды победили коричневую чуму, а вы одержали победу на черной. Вы настоящие герои, герои нашего времени. Мы по-настоящему гордимся вами. Я считаю, что все, что вы сделали в своей жизни, для своего отечества, она будет долго-долго помнится и сегодняшними, и последующими поколениями. Елена Бережная всегда гордилась сыном Монатолия. Тем, что закончил медицинское училище, что послесрочный, заключил контракт. Новый повод для гордости пока укладывается в голове. Вообще мы все три месяца думали, что он в Саратове. Все нормально, мы в лесах. Ну, конечно, подозревали сначала. Первые две недели переживали, плакали. Но он успокоил, мама не переживай, я в России, все нормально. Вот сейчас только, когда видела, сказала, ты, конечно, извини, но я тебе немножечко обманул. Ожидали многого, но, слава богу, все обошлось. Я чувствовал свою ответственность перед отечеством, перед народом Сирии. Пытался максимально эффективно выполнить свой долг. Медаль Маргелова – первая награда Анатолия. Будут ли еще, пока никто не загадывает. У Светланы Максимовой наградные часы от губернатора. Так или иначе, отметили всех, кто стоял в строю. Командование считает их миссией успешной, а подразделение готовым к новым заданиям. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Участвование автомобильного отряда военных медиков продолжилось в городском театре. Особо отметили женщин, которые наравне с мужчинами выполняли свои обязанности в опасной для жизни обстановке. С высоким чувством патриотизма выполнить свой священный воинский долг, чем гордится наша вся страна, Россия, наши дети. Вы являетесь примером патриотизма для всех, для нас. И мы сегодня искренне гордимся вашим подвигом, совершенным за пределами нашей Родины. Вы достойны, прежде всего, высочайшей благодарности всех, кто сегодня живет в нашей стране. Ваш подвиг, прежде всего, защищал Россию и террористическую опасность отодвинул далеко-далеко от нас. Это действительно так. Я сегодня хочу от имени всех анапчан, от имени депутатов городского совета сказать вам слова благодарности за то, что вы сделали. Я думаю, что вот этим подвигом вы все сделали для того, чтобы приумножить славу Анапы города воинской славы. Грамоты главы города вручили хирургам, анестезиологам, врачам, медицинским сестрам, водителям. Всей команде специалистов, которые в течение трех месяцев находились в обстановке, когда враг мог нанести удар в любой момент. Военнослужащих женщин отметили специальными подарками и сертификатами. Их вручил ветеран-десантник Анатолий Ешкунов. Вы доказали всему миру, что наше государство, наша держава – это мощное государство. Вы все живыми и здоровыми вернулись в родные дома. Это огромное спасибо вам всем и вашим командирам, которые уберегли вас, выполнив поставленные боевые задачи. И к другим темам. О необходимости обеспечения исчерпывающих мер безопасности в период новогодних и рождественских праздников говорили участники расширенного совместного заседания, антитеррористической комиссии и постоянно действующего освещения по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. Провел заседание глава Анапы Юрий Поляков. С 30 декабря анапские полицейские переходят в усиленный режим несения службы. Патрульно-постовые наряды будут приближены к местам проведения массовых мероприятий и особо важным объектам и предприятиям жизнеобеспечения. На охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопасности планируется задействовать 324 человека. В том числе 185 сотрудники полиции и 139 – это помощь общественности. То есть казаки-дружинники, сотрудники частных охранных организаций и представители муниципальной народной дружины. Вместе с полицейскими и казаками на круглосуточное дежурство заступят пожарные, медики и коммунальщики. Должно быть полностью отлажено бесперебойное функционирование предприятий жизнеобеспечения и транспортной сферы, работа аварийно-спасательных формирований, а также обеспечение пожарной безопасности. Сформированы 10 аварийно-восстановительных бригад постоянной готовности, укомплектованные снаряжением и специальной техникой. Подготовлено к работе в праздничные дни насосно-силовое оборудование на водопроводных канализационных станциях, очистных сооружениях водопровода и канализации. Особое внимание и к обеспечению безопасности при перевозках детей. Отдел ГИБДД проверяет техническое состояние автобусов и проводит инструктаж водителей. У нас сколько сейчас детей находится? По состоянию на 8 декабря 234 ребенка. А у нас есть выезды предновогодние праздники? У нас в период 26-27 декабря массовые выезды детей. И вплоть до 5-6 января у нас детей не будет. 5-6 января у нас в ГИБДД по графику заезжают дети. А 9-10 января заезжают в Голубу полу дети. Тему детской безопасности продолжила исполняющая обязанности главы Екатерина Боровская. Она отметила, что на период новогодних праздников и школьных каникул усилена охрана социальных объектов. В местах проведения праздничных мероприятий категорически запрещено применение любых пиротехнических изделий и использование открытого огня. Глава города поручил проверить все точки реализации такой продукции. И в завершении еще раз подчеркнул. Новогодние выходные для всех городских служб и ведомств должны стать временем усиленной работы, чтобы праздники в Анапе прошли на высшем уровне и без ЧП. Ольга Родина, Александр Кореневский, Анапа-регион. Свой вклад в сохранение природы внесли ученики 6-й и 4-й школ. Ребята собрали макулатуру и опасные отходы для дальнейшей переработки. Бумага, пластиковые бутылки, упаковка и батарейки. Все эти отходы получат вторую жизнь. Пластик и полиэтилен разлагаются сотни лет. Батарейки содержат опасные вещества. При разложении отравляющие окружающую среду переработанная бумага сохранит деревья. Школьники понимают всю серьезность вопроса сохранения экологии и осознанно подходят к делу. Хотим кому-то помочь, кому это все сдается. Ежиком. И чисто для себя. Интересно. Не вредить природе, чтобы люди не выкидывают некоторые люди на землю, в лесу. И мы собираем на переработку. В этот раз школьникам удалось собрать несколько центнеров бумаги и картона, десятки пластиковых бутылок и батареек. Отходы рассортировали по отдельным контейнерам. На дальнейшую переработку их заберет специализированная организация. В Анапе проходит студенческая спартакиада среди высших и среднеспециальных учебных заведений. Очередной ее этап состоялся в Анапском индустриальном техникуме. Там собрались лучшие шахматисты. За интеллектуальными баталиями наблюдала наша съемочная группа. Это предпоследний этап студенческой спартакиады в этом году. Турнир проводится по круговой системе. Победители определяются в командном зачете по общему количеству побед. Организаторы отмечают высокий уровень подготовки спортсменов. Ребята играют уже не первый год. Проводят турниры, каждый год у них проходят спартакиады. Сегодня пять команд. Ребята я уже многих знаю. Интересные ребята очень хорошо играют в шахматы. Можно смотреть за игрой и наслаждаться неожиданностью от их выбора. Каждая игра длится не более 10 минут. С этого года Федерации шахмат было принято правило одной руки. Согласно ему, игрок имеет право переключать часы и переставлять фигуры только одной рукой. Если шахматист нарушает это правило, ему засчитывается поражение. Среди игроков есть как начинающие, так уже и опытные шахматисты. Екатерина Иванова интеллектуальной игрой увлечена с детства. На этих соревнованиях она первая одерживает победу, применив комбинацию мат в четыре хода. Научил шахматом меня папа где-то с трех лет. Так получилось, что я с ним постоянно играла. И вот уже в университете предложили, вот будет шахматный турнир. И по итогам соревнований внутри вузов, внутри университета, я вышла сюда. И так получилось, что первая партия закончилась очень легко. Детский мат. Девочка его, к сожалению, не знала. Это такая игра, которая развивает, она заставляет тебя думать, она заставляет тебя думать наперед и просчитывать ходы. Это очень полезно не только как в игре, но и вообще в нашей жизни, продумывать свои действия наперед. По итогам турнира на третьем месте студенты филиала Сочинского университета. На втором команда Анапского сельскохозяйственного техникума. Победителями соревнований стали шахматисты Анапского индустриального техникума. Следующим этапом Спартакеады станут соревнования по настольному теннису. Они пройдут уже в эту пятницу. Сама же Спартакеада завершится в апреле будущего года. Руслан Душевский, Анапа-регион. Анапчанка Софья Бейман стала лауреатом первой степени на ежегодной премии «Артиз». Конкурс прошел в Санкт-Петербурге в начале декабря. Вокалистка года набрала 970 из тысячи возможных баллов, оставив позади более 100 участников со всей страны и зарубежья. В Анапу Софья вернулась с заслуженными трофеями – дипломом победителя и денежным сертификатом. Приз юная солистка планирует потратить на участие в других конкурсах. Сейчас она готовится покорять новые вершины вместе с образцово-художественным ансамблем «Акварель». Звезда удачи Софьи Бейман изменила ее жизнь 10 лет назад, когда в три года ее мама привела в детскую школу искусств номер один. Талант девочки сразу заметил руководитель и пригласила юное дарование стать частью зарождающегося тогда ансамбля «Акварель». За это время Софья не раз становилась победительницей краевых и международных конкурсов, даже выступала в мюзикле. По словам вокалистки, конкуренция на последнем конкурсе «Артист» была очень серьезной. Однако ей в очередной раз удалось подтвердить статус лучшей. В общей сложности в этом году она завоевала шесть гран-при. Я слушала различные концерты, выступления, тоже подпевала, танцевала. То есть уже в раннем возрасте любила творчество. Пою я каждый день ежедневно, просыпаюсь, начинаю петь, в обед пою, вечером так же. То есть ложусь спать, пою так же, даже соседи жалуются. Во-первых, вот эта целеустремленность, безумное трудолюбие. Настолько она внимательна на занятиях, то есть она впитывает как губка. Но желание, любовь к пению дает возможность ей, скорее всего, двигаться вперед. В этом году Софья закончила музыкальную школу по классу «Вокал». Теперь совмещают учебу в восьмом классе с подготовительным отделением музыкальной школы имени Шостаковича в Новороссийске. Но Софья не единственная звезда в акварели. Многие дети в ансамбле поют с раннего возраста. Опытный педагог обучает вокалистов как эстрадному, так и народному стилем пения. Основной состав ансамбля – 30 человек. И все они не просто увлечены музыкой, они ей живут. Тут такая невероятная атмосфера. Каждый день приходишь сюда, это как вторая семья. И очень нравится этим заниматься. Каждый тебя подбадривает. И музыка вообще, сразу же сливаешься с ней, становишься единым целым. Сейчас ребята готовятся к юбилею ансамбля. В апреле следующего года акварели исполнится 10 лет. Ну а Софью Бейман ждет участия в фестивале «Звонкие голоса». Она уже получила приглашение из Москвы. И вновь на строй только на победу. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа-регион. Далее информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новостей – медицинский центр «Анапа-океан». Предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Анапа-океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.